Кряква. Уток можно увидеть прогуливаясь практически у любого водоема Петербурга. Уточки, увидев людей, мчатся к вам навстречу по глади воды. Они стройным клином подплывают совсем близко в ожидании гостинцев. Если же вы вдруг не собираетесь их кормить, они, в отличие от наглых голубей, понимающие отплывут и будут деликатно наблюдать издалека, а вскоре и вовсе потеряют к вам всякие интересы, займутся своими делами. Самая распространенная утка петербурженка это кряква. Утка кряква принадлежит к отряду гусяобразные, семейству утиные и представляет род речные утки. Несмотря на то, что кряква относится к роду речных уток, увидеть ее можно даже в самом мелком пруду. Видимо местный климат ей по душе. Из речных уток кряква считается самой крупной. Длина тела самца примерно 62 сантиметра, а самки около 57 сантиметров. Масса достигает одного-двух килограмм. Размах крыльев от 80 до 100 сантиметров. Весной самцы надевают красочное оперение. У них каштановая грудь, серое тело, черное подхвостье и желтый клюв на зеленой голове с металлическим блеском. Не зря их называют самыми красивыми среди утиных. Самочки в этом смысле гораздо скромнее. Им ведь надо оставаться незаметными для хищников во время высиживания яиц. Клюв у них также плоский и вытянутый, но чаще всего оранжевый. Вообще у взрослых уток цвет клюва может варьироваться от оливкового до темно-серого с оранжевыми краями. В основании клюва самки всегда присутствует несколько мелких черных пятнышек. Самочки одеты в пестрое оперение бурых и нежных коричневых оттенков. На крыле красуется фиолетово-синее пятнышко с белыми границами, так называемое зеркальце. Именно по таким зеркальцам можно надежно отличать один витричный хуток от другого. Размер зеркала увеличивается с возрастом птицы. Чем старше особь, тем больше зеркала. Еще кряквы могут гордиться особой завитушкой. Это такое перо на хвосте селезня, которое нужно не только для красоты, точнее вовсе не для красоты. Это перо помогает кряквам совершать маневры в воздухе и на воде. Также кряквы знамениты тем, что им не нужны длинные дистанции для разгона. Поднимаются с воды, а не практически вертикально. Летом самки и самцы похожи друг на друга. Бывают исключения, но чаще всего отличить самок от самцов можно по наличию пятен по бокам клюва. Лапки под водой сложнее рассмотреть, но у самочек они более бледные в сравнении с самцом. Грязные либо бледно-оранжевые. Еще одной отличительной чертой можно назвать умение крякать. На это способны только самки. Самцы издают звуки, больше похожие на шипение. Голос самочкам нужен для привлечения внимания самцов. Когда этот этап завершится успехом, умение крякать пригодится для общения с утятами. Очевидно, что свое название эти птицы получили как раз от произносимого звука. Кряква, потому что крякает. Гездятся кряквы на земле, на кочках, поблизости от воды, но могут забраться и достаточно далеко от нее, на расстояниях аж до километра. Это, кстати, тоже отличает их от других уток. В это сложно поверить, но кряквы могут гнездиться даже в дуплах. Питаются беспозвоночными, мальками, моллюсками. Водоросли им тоже по вкусу. Чтобы добыть себе еду, они погружают голову и переднюю часть туловища в воду. Хвостик же поднимается над поверхностью. Иначе говоря, уточки просто переворачиваются вниз головой. Поэтому они любят неглубокие водоемы с обильной прибрежной растительностью. Полностью ныряют кряквы только если заметят опасность. Такой стиль кормежки отличает речных уток от группы нырковых. Во время еды кряква захватывает клювом воду вместе с илом и песком. Чтобы отсеивать все лишнее, клюв снабжен множеством роговых отростков, которые выполняют функцию фильтра и не пропускают лишнее куда не надо. Утки обладают еще одной удивительной способностью. С помощью специальной копчиковой железы, расположенной в области хвоста, они выделяют специальный маслянистый секрет. Кряква набирает клювом секрет и размывает его по перьям, чтобы тепло не уходило наружу, а влага не проникала внутрь. Этот же секрет предотвращает развитие бактерий и грибков, защищая таким образом от разрушения перья. Утки могут быть перелетными, но наши кряквы патриоты и частенько остаются на зимовку в родном городе. Мы все не раз видели, как утки бегают по снегу и льду, плавают в ледяной воде, не боясь заморозить лапки. Так и хочется им теплый ковер постелить и мощный водогрей подарить. Но уточки в этом не нуждаются. Дело в том, что их кровеносная система построена особым образом. Благодаря этому они не чувствуют перепады температуры в воде и на льду. Да и с едой в Петербурге зимой пернатых полный порядок. Заботливые горожане всегда готовы подкормить птичек. К слову, зимой утки действительно нуждаются в поддержке, но экологи утверждают, что из-за чрезмерного обилия подкормки летом наши уточки не успевают справляться с ряской. Поэтому водоемы зарастают. Иногда утки не съедают все гостинцы, а оставшийся хлеб загрязняет водоемы, способствует разрастанию ядовитых водорослей и увеличивает численность паразитов в воде. Это тоже не к добру. К тому же черный хлеб вреден для здоровья птиц и даже опасен. Он приводит к страшной болезни, от которой птицы теряют способность летать. Если хлеб успел заплесневеть, он становится настоящим ядом. Поэтому такие угощения точно нельзя назвать заботой. Если уж кормить уточек, то рацион не должен содержать мучных и переработанных продуктов. Действительно полезными будут овощи и некоторые фрукты. Но, повторюсь, это надо делать, когда естественный корм недоступен птицам. Иначе они становятся зависимыми от человека, а значит уязвимыми, менее приспособленными к самостоятельному существованию. Если кряква свободна от неустанной, бездумной якобы заботы, они успевают одолеть тряску. И тогда можно любоваться водными просторами. Спасибо за это уточкам. Еще утки героически защищают нас от кровососов, поедая их личинки. Пары кряквы обычно образуют осенью и зимуют вместе. Самцы очень ревнивы и готовы вступить в настоящий бой, посягательство соперника на семейную идиллию. Весной самка строит гнездо. Сельзин считает, видимо, что не мужское это дело. Его задача следить в течение кладки за безопасностью самки и гнезда. Когда появляются яйца, счастливый отец покидает гнездо. По уважительной, конечно, причине для линьки. Общая продолжительность линьки около двух месяцев. Период, в течение которого кряква теряет способность к полету, длится 20-25 дней. Днем линяющие птицы прячутся в зарослях водной растительности, а вечером выплывают кормиться на участке открытой воды. Во время второй линьки осени утки не теряют способности летать. В кладке обычно от 7 до 13 яиц. Естественно, бывает отклонение от нормы. Каждый день утка дважды уходит под крепиться, оставляя гнездо без охраны. Чтобы обеспечить безопасность, молодая мать искусно маскирует яйца пухом. Создается впечатление, что гнездо абсолютно пустое. К тому же пух согревает яйца, пока у мамы обеденный перерыв. Утята начинают появляться на свет спустя почти месяц. Через 10-12 часов малыши готовы следовать за матерью на воду. Они практически с самого рождения умеют все делать сами, но без мамы им пока никак нельзя. Мать не только подает сигнал опасности, но и периодически обогревает их на берегу и обрабатывает их пух специальным секретом, который не дает промокнуть малышам. С первых же дней птенцы узнают друг друга и отгоняют посторонних. В возрасте чуть больше месяца утята достигают размеров взрослые утки и, вне зависимости от пола, становятся похожими на маму. Отличают их более тусклое оперение. И у молодых темные пестринки на теле продольные, а у взрослой особи V-образные. В 50-дневном возрасте птенцы начинают уже взлетать, а еще через неделю-полторы полностью встают на крыло. Детки остаются рядом с мамой 7-8 недель. После этого самка удаляется на оленьку, а дети остаются предоставлены самостоятельной взрослой жизнью. Когда же птичкам исполняется один год, они уже готовы к размножению. В среднем продолжительность жизни в природных условиях может составить до 15 лет. В статистике упоминаются случаи, когда кряква доживала до 20 лет, но это огромная редкость. На такое способна одна из 20 тысяч уток. Домашние утки могут жить дольше. Кстати, многие домашние породы уток выведены именно от кряквы путем селекции. Приятно констатировать факт, что в Петербурге очень трепетно относятся к пернатам. Не так давно СМИ сообщали о том, что общественный инспектор по охране окружающей среды заметила в реке утку, которая настойчиво звала своих птенцов. Утята отвечали, но не выплывали из гидротехнического сооружения. Птенцы застряли в шахтном водосбросе, потому что ГТС была оборудована сеткой со слишком-слишком широкими отверстиями. На место происшествия прибыли специалисты и вернули утки ее малышей. А для предотвращения подобных случаев сотрудники Ленводхоза установили более мелкую сетку. А городское правительство вообще распорядилось на высшем уровне, чтобы на петербургских водоемах приняли все меры для создания необходимых условий для гнездования уток и лебедей. По словам губернатора Санкт-Петербурга, работы по чистке водоемов не должны мешать птицам и портить экологическую ситуацию в северной столице. В частности, было рекомендовано скашивать не весь камыш, чтобы птицам было комфортнее. Вот так трогательно у нас заботятся о жителях и перелетных гостях города. Петербург город не только для людей, но и для птиц.